Нельзя сравнить, что чайник на вечном огне, но он был вечным огнем просто, и кипел как чайник постоянно. Этот честный, всегда спорящий, отстаивающий свое кредо, а его кредо было всегда, как это ваше политическое кредо, всегда. Он отстаивал и мнение близких, до драки, до всего он такой был. Ничего не поделаешь, мужская работа, девять граммов сердца, постой, не зови. Говорила мама, сиди дома, сынок, вообще все, ничего получилось, командир, а? Все нормально, предбалов Саша, дай закурить. Так она же не курить. Давай. Сука! Один раз я ехал на тренировку, сел на трамвай и поехал до метро доехать до Преображенки, и как раз в этом трамвае ехал Саша. И когда выходили, он говорит, я приветствую московский Спартак, и говорит, Ренат, здравствуйте. Я говорю, здравствуй, вот с Александром мы так познакомились, и уже, наверное, на протяжении, сколько, лет, наверное, 20 с лишним мы были вместе с знакомыми и постоянно встречались. Он ездил с командой московского Спартака на разные матчи, представляете, вместе с командой смотреть, болеть за нее, переживать за нее. Мы вот тоже вместе сидели и на трибунах, и это, поэтому он был очень такой человек, фанат, в общем-то, московского Спартака, любил очень футбол. Потом я решил, значит, жениться, и как раз Александр стал у меня свидетелем на свадьбе. Ромашин должен быть просто как гостью. Они приехали, хотя они не могли приехать, они обманули своего режиссера Гончарова, сказали, что они поехали куда-то в другое место. Были у меня на свадьбе на следующий день, приехали, Гончаров, а в газете было написано, и Гончаров у них спрашивает, как же так. Ну, в общем-то, как-то они объяснили с ним, и, в общем-то, он их простил, и, в общем-то, ладно, говорит, если у Рената на свадьбе, тогда ничего страшного. Вот так у нас, в общем-то, жизнь проходила с Александром, для меня он был самый такой друг, который в самую трудную минуту мог помочь по всем проблемам. Скажите, где моя дочь? Товарищ полковник! Не останавливай его. Нас ведь в первую очередь заботит валюта, а его, естественно, заботит ребенок. А что? Что меня должно заботить в первую очередь? У меня приказ. Вот праведники, мать вашу! Что из того, что ты готов выписывать ордера на обыски, аресты, Ширма Меда тронуть, не могу! От него зависит жизнь девочки. И потом, ты уверен, что то, что мы ищем у него, с бухнем концов не найдем. А чтобы это знать точно, надо было внедрить туда своего человека. На это нужно было время или нет? Нужно, нужно. Нужно. А Глебов, рапорт Колобова вне оснований для его ареста. За генералом ведется и фото, и кинослежка. А потом, ты уверен, что он главный в этой банде? Я нет. Он ездил в Москву и без вызова своего ведомства. Кому? Арестуем его сейчас, я не уверен, что на следствии он все расскажет. Даже убежден, что наоборот. Самый первый спектакль в театре Маяковского, который я сыграла, мне было 22 года, я только пришла, мой первый сезон, это был такой странный спектакль под названием «КПД одержимости». Там действующие лица были молодые технократы из научно-исследовательского института. Нас было 6 или 7 человек. И среди них, значит, я была, и был Саша Катюшин. Через какое-то время мы встретились в большой работе. Это был спектакль по пьесе Солынского «Молва». Это была, конечно, одна из самых лучших ролей Саши. Потому что там как-то это очень легло на его природу. Революцию защищать хотели? От кого это интересно защищать? От всех, кто ее растаскивает, как отслуживший свою баррикаду. Кто вы такой вообще? Оценивать, указывать? Буль-буль, посмотри на этого политически безграмотного человека. Я вижу, Валя, вижу. Может, понимание вложить? Оставь свои замашки! Оставь! Вас смущает общество, а мы рыцари, друг Алексей Васильевич. Рыцари справедливости. К примеру, вы читали Христофера Марло? Ну, скорее всего, нет. Так вот. Есть версия, что не Шекспир писал свои пьесы, а вот этот самый Марло среди других возможных авторов. И вот этот самый Марло занимался не только литературой, но и другими делами. На благо своего отечества. Благородное вам дело поручается, Акатьев? Отправдайте доверие! Он насыщен был эмоционально. Это ему помогало работать на сцене, то есть в ролях. Он был хороший, честный, на себя не тянул. Он радостно жил. Поэтому любил все. Так, 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 здесь, да и здесь. В футбол мы играли всю жизнь. Играли. Команда была театральная. В футбол он очень хорошо играл. Лучше. Наверное, лучше всех. Отдать пас, это значит видеть партнеров всех. Так же, как на сцене. Футбол дает как раз этот навык работать на партнера. Не сам мяч схватил и тянешь по всему полю. А видеть, где твои товарищи находятся. Вот футбол, наверное, самая такая игра, которая для актеров просто полезна очень. Саша замечательный партнер был. И замечательный партнер, я повторяю, замечательный артист. Очень тонкий, слышащий, очень живой, очень живой, очень органичный. У меня было всегда такое ощущение, что он не прикладывает никаких усилий для того, чтобы что-то сделать. Мне казалось, что ему все это нужно и отпущено. Если другому надо было что-то преодолевать, стараться, делать, это было в нем. А вы в поле работаете, Дусь? Где в поле? Дома вон она с Данюхой, языком здрава строчить. Ну смотри, выпьешь, сам себя не сознаешь. Ну а музыкантам хорошо платить? Музыкантам? Ейболу не знаю. Вы, значит, не музыкант? Нет, я врач, доктор. Что сказали, вроде музыкант. Это у нас в прошлый год тоже музыканты жили. Тоже с Ленинграда. Может, знаете, как их фамилия была, Эдуард? Лида, жена еще, черненькая такая. Интересная женщина. Что там интересного, Машалая Днеев? Познакомились мы с ним на фильме «Гарантирую жизнь». Ну, судьба свела нас. Я тогда работал в институте пурсистым испытателем. И, видимо, искали человека для того, чтобы его дублировать в прыжках. Меня направили туда. Съемки проходили в городе Свинчонец, это в Литве. Мы были молодыми, веселыми. Наташа Гундарева с нами была. По вечерам пили шампанское. Ну, просто когда мы расставались после окончания этого фильма, уже, видимо, у нас созрело то, что дальше все равно будем дружить. И так происходило на протяжении 20 лет.